Доброе утро. Доброе утро, Полтава. Сегодня доброе, не доброе. Опять с вами Александр Демидович и Светлана Бондарева. Я посмешил, извините. Хотелось бы поговорить, наверное, о вчерашнем таком спонтанном сильном-сильном-сильном граде. Град, дождь. Дождь, гроза. И безумно страшная штука произошла на Первомайском проспекте. Насколько говорят люди, которые там проживают, что молния ударила три раза. Три раза в металлическую крышу и 500 метров квадратных. Шифер. Там шифер, я смотрел. Да. Хотя да, там тоже на некоторых завершах... Зарела напрочь крыша, шифер было видно. 500 метров квадратных. Все показывалось на сайте, съемка велась. Ну, конечно, жутко. И причем, что самое удивительное, крыша горела полностью. Как будто бы разово так вот везде зажглась и все. Это, конечно, жутко. Людям не позавидуешь. Ну, благо, вроде никто там не пострадал. Не слышал я о пострадавших. Ну, я вчера еще до Настенька прозванивала, а то говорили, что все еще нормально вроде бы как бы. То есть то, что мы ждали с утра, я вчера анонсировал, оно произошло ближе к вечеру. Сегодня то же самое. Погода обещает быть невеселой, скрывать не будем. С обеда, по-моему, с 12 часов где-то, да? Да, с 12 облач на дождь. 21. С грозой опять. Так что можете готовить. 15.00 плюс гроза, да. Ну, 24. Ну, посмотрим. Ну, уже не такой сильный перепад. Все-таки будут температуры, как со вчера. Может быть, и обойдется. Еще одна из актуальных тем, наверное, это у нас выбор. 151 округ. Саш, скажи, до сих пор идут подсчеты? Как ты думаешь, сколько еще будут считать? Я не знаю, сколько будут считать, но судя из того, что обычно происходит, это трех дней. Могут и неделю считать, а могут и месяц. Очень много вопросов и споров там происходит. Нарушений много, насколько я смотрела? Нарушений. Ну, дело в том, что там предпосылок к нарушениям очень много. Я смотрел, законодательная база не меняется, все остается по-прежнему. И на сегодняшний момент ждать хорошего от выборов нельзя. Правда, неправда, действительно ли? Почему хорошее? Возможно, их опять объявят, хотя тоже нехорошо, если объявят. Нет, их не объявят. Они нормально, они прошли, все, будут результаты оглашены, будет оглашен новый депутат. Но честный ли это будет депутат? Вот это самый главный вопрос. И, как я вижу, мое мнение, говорю, как есть, это не будет честный депутат, это не будут честные выборы, это опять будет ерунда. Не может быть такого. При старой законодательной базе я возвращаюсь. Ничего не меняется, к сожалению. Не надо. У нас сегодня должен был прийти человечек, который помогает людям все-таки попасть за границу, в Польшу. Да, в Польшу. Но, видимо, проспал. Поэтому мы с Сашей сегодня вдвоем. Ну, ничего страшного. Кстати, два фактора. Хочу сегодня обозначить. Первый спонсор нашего сегодняшнего мероприятия – Зелена Дубрава на Копеллах. Это первое. Второе. Мы вчера со Светой были… Ты готовишь репортаж? А, еще не успела, потому что… А, по памятнику сегодня будет, да, в любом случае. Сегодня будет репортаж. Мы вчера были очевидцами страшного зрелища. Говорю, как есть. В пригороде Полтавы – это что у нас? У меня с головы даже вылетело. В сторону Тахтаулова, короче. Есть памятник воинам… Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны. В каком он состоянии? Ужасном. Люди добрые, это надо видеть. Света сегодня будет делать репортаж. Но это страшное зрелище. Почему так произошло? Почему он в таком состоянии? Это невозможно. А вот и наша Руслана. Вы, может, да, в нашей стране только один закон работает в области. Да, меняйтесь местами. Давай. А, старый. Руслана Базолук, правильно я его называю? Да. Человечек, который проспал. Не, я не проспал. Руслана, скажи доброе утро нашим зрителям. Доброе утро. Рассказывай. Руслана, чем занимаешься? Трудоустраиваю людей. То есть помогаешь сбежать? Ну, на некоторое время да, думаю. И как успехи? Много ли обращаются сейчас? Сколько уже занимаешься? Ну, сейчас трудоустройство в Польше – это очень актуальная тема, потому что те, кто не могут найти возможность заработать в родной стране, абсолютно правильно поступают, что едут на заработки в другую страну. Тем более это доступно и достаточно просто. Людей обращаются много. А по сравнению с предыдущими годами? Ну, тенденция пока не падает. Ну, примерно сколько за месяц? Ну, возросло количество людей, которые выезжают или нет? По сравнению с прошлым годом количество людей возросло. Ну, смотря как правильно считать. Потому что из понятия легального выезда, из понятия нелегального. Мы говорим о легальном. О легальном. Ну, мне так кажется, что количество людей, которые обращаются в легальные компании, увеличилось. Я не могу сказать точные цифры, к сожалению. Не бояться, чтобы самим не накололиться. Много людей обманутых, много людей повторно. Многим пришлось повторно оплачивать эти же услуги, потому что, ну, как я часто говорю, жадность порождает бедность. Хотим сэкономить и хотим получить качественную услугу, но это крайне редко бывает, соответственно. Какие работы обычно предлагаются в Польше? Адский, насколько я знаю, у меня очень много друзей выехало. Ну, начнем с того, что это труд. Труд тяжелый. Если мы хотим получать европейскую зарплату, мы должны понимать, что мы работаем тоже по-европейски. Мы работаем 10, 12, 14 часов. В Европе так работают? Да, работают. По 12, 14 часов? Да, работают 6 дней в неделю. Соответственно, к этому нужно быть и морально, и физически готовыми. В основном это разнорабочие. Почему Польша, почему доступна, не требуется знания языка. И даже разнорабочие могут заработать порядка 15-20 тысяч гривен в месяц. Чего невозможно сделать в Украине. А как же пожиточный минимум? Их же там не устраивают ни на питание, ни на... Питание не дороже, чем в Украине. Есть масса возможностей сэкономить. Есть акции в гипермаркетах. Просто о них нужно знать. Акции, именно опять же, насколько люди выезжают, то говорят, что изначально адский труд, что надо там хотя бы пару лет проработать, чтобы... Либо же знание языка, чтобы устроиться на нормальной работе. Ну, дело в том, что со знанием языка и нормальной работы должно быть связана профессия. То бишь, нужно быть специалистом. И, ну, как практика показывает, специалистов хватает в каждой стране. Своих внутренних? Своих, да. Ну, безусловно, украинцы ценятся везде, украинский труд ценится везде. Но для того, чтобы поехать и работать специалистом, нужно знать язык. Не только польский, как правило, нужно знать специфический польский язык. Ну, например, техническом направлении, если это инженер. Сколько людей уже отправила вообще? Лично я отправила более двухсот человек. Это за какой период? Ну, я работаю меньше года в этой сфере. Это заводы, стройка? В основном это производство, заводы, фермы, плантации. Ну, люди возвращаются, они как-то благодарны вам, отзываются? Они опять уехать хотят обычно. Благодарность – это когда приводят родных и близких. И такое часто бывает. То есть это основная реклама нашей компании, наверное. Рекомендация от благодарных клиентов. Не все благодарные возвращаются. Потому что бывает такое, что идут друзья. Приезжают с разной заработанной суммой, с разной благодарностью. Потому что кто-то к труду отнесся серьезно, кто-то отнесся так себе. Соответственно, результаты разные. Мне бы сейчас, наверное, хотелось бы обратиться к нашим депутатам. Блин, что вы делаете? Посмотрите, у нас люди просто бегут, бегут со стороны. Вы как-то, да, вы как-то, может быть, займитесь делом. Проще, наверное, Руслане было бы заключать с украинскими предприятиями договора. Ну что, доброе утро, еще раз вам хорошего дня. Будем с вами прощаться. По-моему, уже даже начинают где-то моросить, пролетают какие-то мелкие мокрые мушки. Ну, а если решите куда-то уехать на заработки, сразу же к Руслане. Вы ее в соцсетях найдете без проблем. Руслана Базалу. Ну, удачи всем. Буду ждать, буду ждать, приходите. Всем доброго утра. До встречи возле шарика. Не забудьте зонтики. Пока. Пока.